Октябрь подходит к концу, а это значит, что наступает время подвести итоги лета. Для областного центра это было время перемен, в хорошем смысле этого слова. Весной в рамках формирования комфортной среды горожанам предложили проголосовать за общественную территорию, которую следует облагородить. Ивановцы сделали выбор в пользу площади Ленина. На втором месте оказалась набережная Уводи на третьем – парк революции 905 года. Благоустроить обещали столько объектов, насколько хватит средств, с учетом выбора ивановцев, разумеется. Проводится мероприятие по проектированию, по разработке проектно-сметной документации в отношении данных объектов. Сначала в разрезе укрупненных показателей, для того, чтобы принять решение, перейти к выводам о том, какое количество объектов из этого перечня, в зависимости от их рейтинга, соответственно, будет подлежать благоустройству в этом году, исходя из выделенного финансирования. Денег, как и ожидалось, хватило на несколько объектов. Первыми работы завершили в Троицком сквере. Вот так он выглядел еще летом. А эти кадры сделаны спустя три месяца. Троицкий, наконец, стал сквером не только номинально, но и фактически. Появилась новая ливневка, установлены скамейки, клумбы, обустроен искусственный газон. Глава города, принимая работы, сквером остался доволен. Горожане тоже. Ремонтные работы завершены, но Троицкий сквер пока рано вычеркивать из списка на благоустройство. Глава города дал поручение позаботиться о дополнительном озеленении этого общественного пространства. Это поручение выполнят уже в новом сезоне. В следующем году мы здесь уже запланировали отдельной закупкой высадить дополнительные деревья со сформированной кроной для того, чтобы именно в этом сквере создать еще там тень, уют. Может быть, это будут плодовые ягодные деревья. Набережная. Еще один долгожданный проект. Сезон подходит к концу, но работы здесь в самом разгаре. Подрядчик начал чуть позже срока, но обещает основное завершить до морозов. Ну и, конечно, главный проект года – площадь Ленина. Планы здесь были просто колоссальные. Ни много, ни мало – Ивановская дворцовая площадь. Какая у нас концепция? Здесь у нас два тротуара уходит. Мы устанавливаем асфальтовое покрытие. И хотим сделать, у нас просто в городе мало площадей, да, и такую прогулочную зону. То есть, соответственно, нет ни в городе ни одного фонтана, который был бы исполнен, чтобы дети поиграли. И, значит, освещение восстанавливаем. Газонная часть, да, чтобы отсекала от проезжей части. Но это небольшие деревья будут, так чтобы не загораживать саму площадь. И, соответственно, вот гранитную плитку. Изюминкой площади станет сухой фонтан. Его уже протестировали. Благоустройство здесь пока не завершено, но более 90% всего объема работ позади. И наружное освещение выполнено, и ограждение площади, все бетонные работы, все, что связано с мокрыми процессами, все завершено. В сроки подрядчик укладывается. Могли завершить все гораздо раньше, но решено было благоустроить не только площадь, но и прилегающие к ней территории. Не предусмотрено у нас было аспортирование и дополнительная аллея Александровской от памятника Ленина до улицы Октябрьской. Также мы отремонтировали дополнительный еще тротуар по громобоя вдоль уширения. В связи с этим немножко у нас затянулось, но все равно в сроке мы успеем. Беспрецедентным этот год стал не только по объему городского благоустройства, но и по масштабу дорожных работ. Стоит ли говорить о восточном обходе, который на сегодняшний день готов уже на 90%. На следующий сезон останется примерно полтора километра. Из крупных дорожных проектов стоит отметить капитальный ремонт проспекта Текстильщиков. Протяженность порядка 910 метров по двум сторонам проспекта Текстильщиков – это 22 тысячи квадратов. По контракту подрядчик должен выполнить более 55 тысяч квадратов. 22,5 миллиона рублей, практически одна треть ушла на этот участок улицы. Дождалась капитального ремонта и улица Шувандина. Их ждать пришлось долго. Вот материал нашего телеканала почти пятилетней давности. Не секрет, что Иванова вскоре посетит Владимир Путин. Маршрут его будущего визита можно отследить по свежему асфальту и разметке. Ситуация, конечно, банальная и анекдотична, но это и есть – Ивановские реалии. Там, куда нога президента не ступит, стараться ни к чему. Например, на улице Шувандиной. Дорога кончается внезапно вместе с разметкой. Хотя в городской администрации поясняют – ремонт дороги с визитом главы государства никак не связан. Сделали тот участок, на который хватило денег. Возможно, капитальный ремонт будет продолжен в следующем году. Сменилось два главы города и пять строительных сезонов. И вот, наконец, и на этой улице праздник. Протяженность здесь, наверное, чуть больше километра. Тот участок, ремонтированный, который в этом году сделали. Характеристика – что двухполосная дорога. Транспорта здесь, конечно, немного ходит. Это невысокая интенсивность, но, тем не менее, общественный транспорт здесь ходит. И участок дороги важный. Говоря о дорожных работах, нельзя не вспомнить о расширении улицы Громобоя. На сегодняшний момент выполнено 50% от запланированных работ. Выполнена самая сложная работа, скажем так, вышли из земли. И уже фактически осталось только положить асфальт. Собственно говоря, до конца октября перед подрядчиком задача стоит выполнить эти работы. Октябрь – крайний месяц благоустройства. В ноябре все работы будут завершены. Начнется приемка объектов. Но финальная оценка работы администрации и подрядчиков, конечно, за горожанами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова